И теперь к другим темам. Финансирование объектов здравоохранения региона стало темой для очередного заседания комиссии с участием представителей исполнительной власти Ненецкого округа. Напомним, что парламентарии и администрация субъекта продолжают активную работу по предварительному рассмотрению окружного бюджета на три года. Подробности у Ольги Русул. В начале заседания свои расчеты представили сотрудники Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. В структуру профильного ведомства входит 11 подведомственных учреждений, в которых трудится более 2600 человек. Конечно, во многом от того, как предоставляются услуги по здравоохранению и зависит наше здоровье в том числе. Поэтому, конечно, депутаты внимательно вместе с администрацией рассматривают бюджет, но проблемы, конечно, существуют. По словам председателя постоянной комиссии регионального парламента по экономической политике и бюджету Натальи Кордаковой, ситуация сложная. Основное внимание уделяется так называемым защищенным статьям, заработной плате, льготному проезду, обязательным страховым перечислениям. В следующем году все социальные выплаты останутся без изменений. На эти цели предусмотрено 2 миллиарда 600 миллионов рублей. Все выплаты, которые у нас есть в этом году, они остаются на следующий год. Это самое главное. То есть все время у нас переживают люди, что вот не дай Боже, какие-то выплаты прекратятся. Я хочу сказать, что все выплаты остаются. Да, сложно будет с применением каких-то коэффициентов для того, чтобы их увеличить. Но на сегодняшний день, я думаю, что самое главное пока их оставить. Если будет возможность, на самом деле будем применять индексацию уже тогда и будет увеличение этих средств. Депутаты сошлись во мнении, что необходимо делать ремонты в окружной больнице и строить новое инфекционное здание. Самое главное, чтобы качество предоставления услуг здравоохранения в Ненецком автономном округе было не хуже, а наоборот лучше. Это главный показатель работы. Я надеюсь, что мы его будем достигать. По мнению депутата окружного парламента Николая Запалова, необходимо ежегодно выделять в региональном бюджете статью расходов на текущие ремонты в учреждениях здравоохранения округа. Это не только требования санитарных норм, но и элементарная безопасность больниц и здравпунктов. Мы считаем, что эти работы надо проводить планово, ежегодно и бюджетом предусматривать в постоянном режиме финансирование ремонтов зданий, сооружений, подведомственных учреждений Департамента здравоохранения. Скорейшего решения требует вопрос строительства в округе нового здания инфекционной больницы. Окружные власти надеются на федеральное софинансирование. Хотелось бы сказать, если конкретно по инфекционке, здание построено в 1935 году, с 1997 года находится в аварийном состоянии. Ежегодно больница вынуждена тратить на ремонт этого здания и поддержание его работоспособности в состоянии. Большие средства, которые не выделяются из бюджета, то есть это из бюджета больницы, заработанные на оказание медицинских услуг пациентам. Здание, наверное, уже нецелесообразно ремонтировать. Оно аварийное, опасное для нахождения людей, персонала и пациентов. Этот вопрос необходимо активизировать и максимально ускорить по строительству, либо переводу пациентов и отделения в другое здание. Таким образом, депутаты надеются, что вопрос со строительством нового здания для инфекционной больницы решится. Кроме того, появится возможность финансирования ежегодных плановых ремонтов окружных учреждений здравоохранения. Ольга Руслова, Леонид Шишелов, Телеканал Север.